Миша сама первая! Ёмичу! Пойдём скорее, давай! Вот и лайчик, молодец! Как ты правильно плаваешь! Что такое, Софиш? Что такое? Котейка мой плывёт! Уэвена на шее что-то красное? Аккуратненько! Плавает вот так смешно! Когтями цепляется и залазит! Слазить будешь? Как ты туда забралась? Вот она вечно куда-нибудь заберётся! Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family! И сегодня, как вы любите, будет влог! Сегодня у нас наступило бабье лето, и я решила отправиться наконец-то с Юми, Мишей, Софией и Эйвеном на речку! Но не просто так! Мы прихватили с собой ещё и Илая! Кто знает, тот поймёт! И сегодня Юми, Миша и Илай впервые в жизни будут купаться в большой воде, а не в ванной или в бассейне! И, кстати, я с собой прихватила ещё вот такой вот спасательный жилетик, который мы заказывали для Илая! Просто скорее по приколу, потому что я понимаю, что спасательные жилеты нужны собакам, которые занимаются всё-таки экстремальными видами спорта со своими хозяевами! Но, я думаю, будет интересно посмотреть, как он будет плавать в нём! Так что, если ты тут впервые, подписывайся на наш канал, у нас очень много животных, всегда интересно! И поехали! Пойдёмте гулять на речку! Эйвен, ссылаем! Пойдём скорее! Там коровы! Аккуратней, ребята! Давай, Илайчик, спускайся! Веди всех! Ивасик, Софиша, Юмичу, где Миша? Как всегда, настороженно за мной! Ребят, если вам нравятся такие влоги, где есть что-то и полезное, и при этом они весёлые, ставьте лайк этому видео, и я постараюсь снимать как можно больше для вас таких вот лайф-роликов! А если вы не в курсе про вот эти вот странные взаимоотношения Юми с Илайом, то я на этом канале снимала отдельное видео про отношения между ними! А на их канале Magic Pass там вообще отдельная история любви, и я не вмешиваюсь! Шутка, конечно! Илай увидел коров первый раз в жизни! И корову увидели в первый раз в жизни Илая! Смотрите, вы её видите? Вот это вот мелкое там бежит со здания! Давай, Мишаня, они далеко! Молодец! Обошла зайка! Вон её Юмичу встречает! Кстати, ребят, напишите в комментариях к этому видео, какой у вас питомец и как часто вы с ним гуляете! И это не обязательно должен быть котик или собачка, это может быть попугачик, как часто вы выпускаете его из клетки, или хомячок, как часто вы делаете ему самодельные какие-нибудь лабиринтики или вы пускаете его погулять куда-нибудь, и, может быть, у вас вообще нет питомца, тогда напишите, как часто гуляете вы! Потому что гулять очень полезно! К сожалению, тут что-то очень мелко, но я надеюсь, что нам будет где поплавать! Хотите прикол, ребята? Я надела специально резиновые сапоги для этого! Уже залезла в воду! Ааа, Юмичу! Как я вам говорила, пожалуйста, не заносите свою собаку в воду сами на глубину, как и так же не опускайте ее в ванну, уже наполненную водой, а старайтесь, чтобы собака сама зашла с берега в воду! И сейчас я потихоньку зайду в воду, так как я в резиновых сапогах, и позову ребят! Идите сюда! Илайчик, это вода! Речка? Да! Смотри! Мишка! Мишка, молодец! Какая Мишая! Миша сама первая пошла в воду! Ребята, я в шоке! Посмотрите на это! Вы знаете же, что такое Миша! И теперь посмотрите, что она делает! Миша, какая ты молодец! Илай пока в воду заходить не торопится! Юмичу! Ай, молодец! Илайчик, смотри, все никто не боится! Что ж, Илай, раз ты такой трусишка, мы действительно наденем тебе спасательный жилет и будем заманивать тебя в воду! Ребята на своем канале говорящих собак-видеоблогеров распаковывали посылки из Китая, и там как раз был вот этот спасательный жилетик! Поделан на Илая спасательный жилет, и он ему явно не нравится! Илай вообще никогда не одевался в одежду, только в футболочке суперменов! Илайчик, смотри, как Юмичу идет в речку! Заходит, запишет! Илай, давай! Давай к нам! Илай, иди сюда! Водичка тепленькая, приятненькая, ребятам не должно быть холодно, у нас уже несколько дней стоит солнечная погодка! Давай, Илай, давай! Давайте, первые плавунцы! Вы не плавали никогда? Давай, Илай, молодец! Ай, молодец! Молодец похвалить, дать лакомство погладить! Вот, молодец, Илайчик! Пошли поплыли, пошли дальше! Илай, давай! Давай, заходи в водичку, не бойся! Не страшно, не страшно! Жилет тебя поддержит! О, что там такое? Юмичу нападает на своего папулю! Давай! Давай, Илай! Молодец! Давай, пойдем, Илай! Пойдем скорее, давай! Пойдем глубже в воду, давай! Давай, давай! Ой, ай, молодец! Молодец! Вот, Илайчик, молодец плывет! Молодец, Илай! Эйван плачет, потому что он тоже хочет! Так, Илай, давай, заходи в воду! Вот, молодец, Илай! Илай, молодец! Ай, красиво, как плывет Илай! Ай, молодец! Все, Илай, давай, я сниму с тебя этот жилет спасательный, и ты пойдешь плавать, как человек! Ну, в смысле, как собака, конечно, надо расклеить! Вот, молодец! Да! Миша, давай плыви! Вот, Мишаня, молодец! Как ты правильно плаваешь! Молодец! Да, молодец, Мишка! Мишка, молодец! Пойдем, пойдем, пойдем! Давай, плыви к берегу сама! Давай, 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 Мишань, поворачивай! Давай, к берегу плыви сама! Ай, молодец, Мишенька! Мишанька, мокрая собака! Ай, молодец! Молодец, Мишаня! Выплыла сама! Молодец, красотка! Что такое, Софиш? Что такое? Бывает у вас такое, что собаки начинают как будто задыхаться. Такое бывает очень часто у короткомордых собак, всяких мопсов и так далее. Но у длинномордых тоже бывает. Вот сейчас, видите, Софиша как будто как бы задыхается. Это причина именно чаще всего в короткой морде. У чихов это распространено. И я знаю один классный способ, как это остановить. По сути, можно, конечно, не останавливать. И чаще всего собака просто сама перестает это делать. Ну, вроде вот как сейчас Софи перестала. Но вообще мы даже снимали видео о том... Софи, что ты делаешь? Она пытается доминировать над Мишей. Я даже снимала видео о том, как это предотвратить. То есть, Софиш, иди сюда. То есть вам нужно взять собачку. И я не знаю, как это показать сейчас. У меня две руки, одна рука занята. Во-первых, чаще всего собака это делает из-за перевозбуждения. Поэтому нужно успокоить собаку, погладить ее. Вот здесь вот, например, вот так по груди поводить. А еще очень хороший способ это взять ладошку вашу и прикрыть носик собачке, чтобы она подышала ртом. Давай, вдохни ртом. Вот молодец. И как только собака вдыхает ртом, она сразу перестает задыхаться. Это очень классный способ. Я узнала его у американцев. Как лакомство я использую наш корм любимый, платинум. И вместо этого можно, конечно же, еще использовать игрушку. То есть ввести в воду собаку при помощи игры. Юмичу, иди сюда ко мне, зайка. Давай. Давай, Юми. Ай, молодец, Юмичу, давай. Давай, молодец. Заходи в водичку, давай. Ай, молодец. Уже можно похвалить и погладить. А сейчас поглубже пойдем. Пойдем поглубже. Давай, смотри, Лай за тобой бежит. Юми плывет. Плывет Юмичу. Покемон у нас умеет плавать. Как она хорошо плавает у нас, красиво. Вот, молодец. Юми, молодец. Молодец, покемон. Молодец. Молодец, мой покемон. Идеально, Юмичу, ты прекрасна. Ты просто очаровательно плаваешь. Иди сюда. Ай, молодец. Уже спокойнее заходим в воду. Вот, плывем. Молодец, котейка мой плывет. Идеально. Не бультыхается. Ровненько, красивенько. И Лай тебя тут встречает. Давай. Ай, молодец. Молодец. Очень яркое солнце. Я надеюсь, вам что-нибудь видно, потому что я лично мало что вижу в экране. И Лай сам пошел купаться. Просто солнышко, ребята сейчас могут согреться, высохнуть. Прям печет, я бы сказала, даже. Очень жарко. Смотрите, Миша, сылая там вдвоем на бережке. Ай, как я люблю смотреть на Мишу за тем, как она начинает оживать. Как она становится веселой, интересующейся собакой. Да. Конечно, мы вообще-то тут принимали ванны солнечные и водяные, а вы пришли нам все портить. Ух ты, вы слышите, как лает Илай? Илай, нельзя гавкать. Нельзя. После нашего видео про то, как я озвучиваю своих собак, котиков и других животных, многие заметили у Эйвена на шее что-то красное и спрашивали, что же это такое. Это, ребятки, стандартная аллергия нашего Ивасика. Да, он у нас очень аллергичный. И не только на корм, но я вот купила, например, бандану ему, и он походил в ней. Поэтому мы выпили супрастинчика, обрабатываем ранку, да, и все, и живем дальше. Красное пятнышко у Ивасика скоро уже совсем исчезнет. По крайней мере, я надеюсь, потому что я сталкивалась очень часто у него с этим. Софиша тоже это делает у нас очень красиво, плавненько, аккуратненько. Ай, и лайчик ее встречает. А вот Эйван у нас с самого детства плавает вот так смешно. Он всегда перебирает прям лапами, от него очень много брызг. Покажи! Ну, вот даже не надо было ее просить. Юми сама реально может залазить очень высоко. Ей это просто по приколу, видимо, я не знаю. Посмотрите на это. Она просто вот когтями цепляется и залазит. Ей это нравится прям. Посмотрите, она лазит по деревьям, и ей это нравится. Она залазит наверх, и... Миша, привет! Ну, и лай с Юми спугнули Мишаню. Она залазит вот туда, на дерево. Я хотела издалека показать, но она уже слезла. Вот, вот, вот. Эта кошка, она залазит, она залазит туда наверх прямо и сидит, смотрит по сторонам. Слазить будешь? Юми, иди сюда. Кошара моя, ну ты кот просто какой-то, а не покемон. Ну что ж такое? Все покупались, подсохли на палящем солнышке сентябрьском, и мы отправляемся домой. Эйвен, ты где? А? Все здесь, где Эйвен? Эйвен! Смотрите. Вот он, Ивасик, бежит, заяц. Юми как говар стоит, там на горе стоит. Пошлите. Я сменила объектив, иначе они слишком далеко. Вы видите, Ивасика там, где-то он идет вперед всех. Миша пошла. Миша перестала, наконец-то, идти за мной и пошла. Эйвен пытается с ней играть. Миша его не понимает, обратно пошла. А что она лает? Юми че такая встала, опять на этот и стоит, просто как волчонок маленький, покемон. Миша, наконец-то, добирается сама до них. Забирайся на горочку-то, вон Софиша уже есть ползет. Илайн нас там ждет. А Эйвен, как всегда, впервые всех забрался. Мишка, давай, 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 доползай до нас. Вы знали, ребята, что у меня есть свой личный инстаграм, а у ребят пупсиков-пушистиков свой инстаграм. Так что подписывайтесь на канал, вот Софиша вам улыбается. Тьфу, на канал, на инстаграм, ссылки, если что. В описании на наши инстаграмы я оставлю. Посмотрите на это чудо мое улыбчивое. Как-то туда забралась. У Софиши, кстати, есть манера куда-нибудь забираться. Вот она вечно куда-нибудь заберется. То в коробку, то на полку, то в телегу, ну а что? В общем, я надеюсь, вам, как всегда, понравился наш эпичный влог. Подписывайтесь на все наши соцсети, на наши каналы. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!